В 2015 году морская авиация ВМФ получит более 20 самолетов МиГ-29К, ВПК МиГ-29 Куб Источник – ОАО РСК МиГ ЦАМТО, 10 февраля Развитие морской авиации военно-морского флота в 2015 году будет осуществляться за счет обновления состава и модернизации самолетного парка, заявил начальник морской авиации ВМФ Герой России генерал-майор Игорь Кожин. В этом году планируется докомплектовать морскую авиацию самолетами МиГ-29К. В итоге мы получим более 20 самолетов МиГ-29К, которые станут основой формирования новой авиационной воинской части в составе Северного флота, минус цитирует пресс-служба Минобороны, и точка Кожина. Помимо этого, продолжится работа по приему в состав морской авиации самолетов на базе ИЛ-38 с новым противолодочным комплексом на борту. Также будет проводиться активная модернизация существующих и хорошо себя зарекомендовавших противолодочных вертолетов К-27ПЛ. Машины получат новый противолодочный комплекс и бортовое радиоэлектронное оборудование. Кроме того, мы начнем получать в состав морской авиации гидросамолеты спасательной авиации Био-200, минус сообщил и точка Кожин. Касаясь темы развития инфраструктуры базирования морской авиации, он отметил, что будут введены в строй аэродромы Североморск-1, Северный флот, и в Калининграде аэродром Чкаловск. В полном объеме начнет функционировать полигон Нитковейске. И точка Кожин сообщил, что общий налет в морской авиации ВМФ в прошлом году составил более 25 тысяч часов. В результате целенаправленной активной организации боевой подготовки было достигнуто ощутимое увеличение часов налета на экипаж. Этот показатель составляет более 80 часов. В 2014 году было подготовлено около 300 б готовых экипажей. Из них более 250 – для выполнения задач ночью. Активно использовались возможности 859 центра боевого применения и переучивания личного состава в Ейске, где было переучено на другие типы воздушных судов свыше 30 летчиков морской авиации. 10 февраля 2015 года права на данный материал принадлежат сам. Этот материал был размещен правообладателем в открытом доступе.